Бабасан Абедую в Шаалэ и Шаанэ. В очень давнее время трава была зеленей, деревья стояли выше, и реки были полны. Тогда-то в тайге дремучей у самой синей реки два брата построили домик, рассказывали старики. Веселый домок кружился над домиком тем, и в нем два брата и мать-старушка довольны были житьем. Старший из братьев Шаалэ был силен, словно бык, толстогубый, здоровый, да ум он невелик. Но младший братишка Шаалэ был богатый умом, знаниями и здоровкой, отличался во всем. За все он брался умело, делал один все дела. Текли в это время воды, текли в это время годы. Начали петли ветхие разрываться, ловушки старые не закрываться. Умно Шаанэ решил, как им жить. Хватит брать и поглуши бить, зверь в ловушку рожден ловиться, а человек трудится. Стал он Шаалэ показывать, как петли вообще надо завязывать, как ловушки делать покрепче. Учись, и труд для тебя будет легче. Еще Шаанэ ему сказал, что дома без дела сидеть нельзя, я на охоту пойду за зверем. И за собой захлопнул дверь. Вот умный Шаанэ гордясь собой, с богатой добычей идет домой. Дверь открыл, заморгал глазами. Шаанэ к нему идет вверх ногами. Я делаю, как ты мне сказал, дома без дела сидеть нельзя. Шаанэ покачал головой и тут же к ловушкам послал его. Иди по самой короткой тропе, поможешь седой и другим и себе. Кто попадет в ловушку, убей и домой грязься поскорее. Шаанэ идет к гаде, за что его брат ругает? Да место в Ашагате осталось. Смотрит, в ловушку их мать попалась. Кричит, ой, сыночек мой, помоги. Послай я коротку к краю тайги. Вот в ловушку твою попал. И ногу нечая не спал. Шаанэ подошел к ней, но вспомнил наказ, Который брат ему дал сейчас. Кто попадет в ловушку, убей и домой приноси поскорее. Хоть-то он глуп, но ему не понять. Одно дело зайцы, другое мать. Ну, знала старушка глупого сына. Ну-ка, возьми ты меня на спину, А братец решит, как ему угодно. Тут глупый Шаанэ вздохнул свободно И через час, немало-немного, Ножу свою сложил по порогам. Ах, ну, шана, увидев мать, И глупого брата давай ругать, Сочи скибетного отругал и за ломой его послал. Надо матери вылечить ногу И дергаться на прямой дороге. Шаанэ идет, гадает, За что его брат ругает? Ну вот он к дозану пришел незаметно. Крикнул, молча себе, ни слова ответного. Шаанэ задумался, крикнул построже, Видит бурхан на лому похожий. Сидит бурхан на высоком троне, Закрыл глаза, сложил ладони. Шаанэ к нему напрямился прямо. Мне надо домой привезти лому, Старушку два кандыши. Лома его не слышит. Шаанэ не знал, что ломает с глины. Веревку на шею ему закинул, Еще раз мирно домой позвал, Дернул и голову оторвал. Только пыль на ней заходила. Шаанэ взглянул, почесал затылок, Решил, что сидит, отопленелся, И в глину поэтому превратился. Взял ее голову, он под мышку, И, глянувшись, на дверь не вывешал. Идет, а навстречу ломай другой. Что натворил ты такой сикой? Шаанэ ему поясняет. Дома у нас больная. То есть голову выхватил и закричал, Тебе жена дала ему врача. Потом, поругавшись еще немного, К ломи врачу показал дорогу. Бедняга идет, гадает, За что его все ругают. Идет через горы и лес, Глядит, бедведь перед ним на тропе стоит. Но шалая селён, как быт, И с медведем расправился вмиг. Стукнул оземлю его башкой, Духа с медведя сразу удовольна. На этом закончу я свой рассказ. Но если шалая среди вас, Вы дальше о нём рассказываете, Глупости скоро показываете.